ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она же и маятник, она же действительно показывает символ города. А еще знаете, это стимулятор прокрастинации. Пусть у вас будет столько же много интересных, разнообразных, разносторонних проектов, интересных тем. И гостей. И гостей. И пусть так же вас кидает из стороны в сторону, но и никогда не останавливаться. Держите талан. Спасибо огромное. Мы каждый раз, человек, который к нам приходит, проверяем, скажем так, на профпригодность. Дайте нам какое-нибудь настоящее депутатское обещание, такое предвыборное. Прямо сейчас. Любое. На ваш выбор. Чтобы мы растаяли и проголосовали. Чтобы мы растаяли и пошли за вас голосовать. Депутат выполняет те наказы, которые дают... Служит народу. Служит народу. И вот в данном случае, если вы в самом своем начале сказали, что вы представляете народ, то, собственно, от вас должна быть инициатива, которую мы вместе с вами, вместе с народом должны реализовать у себя на округе. Вот были инициативы, связанные с улучшением общественных пространств, реализовали. Были инициативы, связанные с уширением, с новыми парковочными местами, реализовали. Сейчас будет, опять же, инициатива шла от жителей, седьмого и девятого дома, по улице Казамаза, в том, что необходимо сделать уширение на данном, между этими домами. Вот по программе поддержки местных инициатив в этом году, в 19-м, будет это реализовать. Будем на 20... Ну, с рукой 21, корпус 2, будем делать новую детскую площадку. Они сейчас все там в восторге бьются за экраном. Берем все, что были... Не знаю, не могу назвать их детскими постройками. Этот металлолом, который сейчас стоит. Старые мафы, да. И старых годов. Вот, вместо этого будет нормальная, хорошая детская площадка. Ну, отлично. Так вместе, как бы, будем добиваться и работать дальше. Отлично. Ну, а мы, собственно, со своей стороны, как СМИ, проверим. Договорились. Пойдем сенсации. СМИ, 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 СМИ. Шлагбаум на Маслихе, отмена школьных завтраков и визит сенаторов Саров. О чем говорит город, говорим. И мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии Кирилла Сенин. Лидия Шулаева. Подключаемся. Привет, Лидия. Если у вас вопросы, есть нужда, обратитесь в отдел соцзащиты, и я думаю, что вам обязательно помогут. Да, то есть компенсация для незащищенных слоев населения предусмотрена. Более того, да, на неделе, на прошлой к нам приезжали представители Совета Федерации, и тоже эта тема 232-го постановления поднималась на этом совещании, потому что были представители вообще очень многих русатомовских зато, и это, видимо, история коснулась многих. И, в общем-то, речь была о том, что вернуть в полном объеме не получится, потому что закон есть закон, и вот есть это 232-е постановление, и муниципалитеты, они дотационные, у нас 20% бюджета – это наши деньги, 80% мы получаем из Федерации и регионы, и как бы распоряжаться деньгами, которые нам дают, что… Ну да, которые профильно выделили на что-либо. Да, 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 да. Вот когда я учился, самым лучшим завтраком, это было по пятницам, не знаю почему, по пятницам давали пюре и какой-то сосисон. Вот это был лучший завтрак в школе, потому что все остальные 4 дня или 5 дней из 6 давали кашу на сгущенки, ядрё на сладкую, в общем, короче, есть это было невозможно. К сожалению, к сожалению. Я, как человек, прибывший с большой земли, скажу, вот я училась в школе, брат мой учился в школе младший, какие-то дети уже учатся моих знакомых. Каша, все правильно? Никогда мы не получали бесплатных завтраков. Мы всегда платили за еду в школе, всегда. Я не помню, чтобы… Жить надо было в Сарове. Чтобы это было бесплатно, да. Косян, а ты кушал в завтраке бесплатно в школе? Да вот Константин тоже говорит, что кушал бесплатно. Да Костю до сих пор все бесплатно кормят, что ты на него равняешься? Шлагбаум на Маслихе. Это опять в который раз поднимаются разговоры, что законно-незаконно он стоит, машины пропускают, не пропускают. Я помню, что я только приехала тогда в Саров, я слышала вот это, чего там стоит шлагбаум, почему туда не пускают людей на машинах. Меня это возмущение тогда очень сильно удивило, потому что во всех городах стоят шлагбаумы на въезде в больничный городок. И причина, на мой взгляд, вообще, вот она проста и очевидна. Если не будет шлагбаума, люди понаставят там своих машин, и просто скорая может не выехать, не проехать. Там стоит шлагбаум, чтобы всегда был свободный проезд для скорой помощи. Это логично. Ну вот на самом деле, меня вообще каждый раз удивляет вот этот крик, что меня не пустили в больничный городок. Меня, кстати, всегда пускали. Вот о том и разговор. Сколько бы раз я не приезжал, я приезжал и сам в приемный покой, на такси я приезжал, когда мне было плохо, я не мог идти. И я просто открывал окно, говорю, ребят, мне надо в приемный покой, я не могу двигаться. Я там падал с велосипедами, меня везли и так далее. Ситуация была абсолютно разная. И каждый раз, когда я по-хорошему просто подходил, ну, к людям обращался по-хорошему, не строя себя барина, которому кто-то что-то обязан, там, и так далее, не качая права, все получалось. И охранник, он никуда не звонил, он говорил, да, окей, я на такси проезжал. Мне надо было забрать Джину из роддома, я ее туда отвез на машине и обратно на машине забрал. И у меня не было проблем с тем, что меня пустили или пустили в больничный городок. Ну, нет, у меня, у обычного гражданина, я не работал на телевидении, я не могу сказать, что я был какой-то особенный. Нет, я просто подходил на спокойный. И меня пускали. Ну, есть категория граждан, которых должны пускать априори, это вот как раз за новорожденным. Ну, да, но тем не менее. Пускают какими-то там категории инвалидов, первая, вторая, третья. Без сомнений. Пускают. Ну, я тоже, я могу отметить, что я приезжала с выехом плеча. В принципе, можно идти. Но я подходила и пропускали на машине. Никогда не отказывали. Просишь и пропускают. Люди входят в положение. Просто мне кажется, что если бы вот я стоял на посту и ко мне бы пришел бы, начался бы какой-нибудь чувак качать права, типа я поехал тут, короче, чего меня не пускают. А ты чего меня не пускаешь, да? Вот это вот. Я бы тоже не пустил. У меня есть инструкция, по которой я обязан сначала узнать цель приезда, согласовать ваш въезд сюда и так далее. Почему я должен вас пускать? Ну, конечно, да. Нарушать свои инструкции, чтобы меня потом наказали за это. Нюанс еще с Ровского, этого шлагбаума, так как, и очень многие этим аргументируют, так как наше городское хозяйство, департамент городского хозяйства чистит эту дорогу, значит, это дорога общего пользования. Какого фига она закрыта? Приземлился уже вопрос с фейковыми новостями и наказанием за оскорблением власти. Закон принят. Совет Федерации рассмотрел на прошлой неделе и одобрил этот уже не законопроект, а закон. В общем, живем в новых реалиях. Зафиксировано в этом законе, что решение о признании информации фейковой или оскорбляющей общества будет приниматься не должностным каким-то лицом, а судом. То есть чиновник, он там в прокуратуру подойдет, потом куча всяких экспертиз будет. Не знаю, как все это получится, но очень странно все. Это очень странно, потому что, опять-таки, вернусь к моему любимому журналисту Леониду Парфенову. Он однажды сказал, что журналистика, она вообще должна ругать власть, потому что для того, чтобы хвалить власть, у власти есть специальные люди на зарплате. Ну, в общем, да. И я говорю, вот это такая двоякая ситуация, когда ругаешь власть, попадаешь под оскорбление власти, хвалишь власть, попадаешь под распространение фейковых новостей. Молчим, говорим про цветочки, пчелок и березки, наверное. С другой стороны, ну, чтобы, знаешь, я, кстати, чтобы это поэффектнее скажу, штрафы. За распространение фейков от 30 до 100 тысяч рублей на частное лицо, для юрлиц от 200 до полутора миллионов, от 200 тысяч до полутора миллионов. А за оскорбление власти штраф для граждан до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении 200 тысяч и возможен арест до 15 суток. Переехали. Конечная станция. Мне кажется, нам пора с тобой в этой программе начинать молчать. Молчать, давайте. Понятное дело, что закон странный, хотел сказать дурацкий, не скажу, дурацкий какой-то закон. Я вообще не знаю, этот мужик случайно пришел и сел. Я вообще его первый раз вижу, честно. На самом деле, это же все появилось после трагедии в Керче. Вот эта мысль пошла, что на это надо делать, потому что начали... Или, нет, после Кемеровской трагедии появилось, когда начали распространять гигантское количество жертв и так далее. То есть посыл-то хороший, как обычно. Как всегда, но все доведено. Суда абсурда. Как всегда. Посыл хороший, да. То есть ты о чем-то заявляешь, отвечай за свои слова. Да. Потому что сидеть инкогнито в интернете всякую шляпу писать, это не очень хорошо. Но, к сожалению, реальность российской такова, что этот закон будет применен ко всем сразу в удобном для чиновника случае. К сожалению. И вообще, да, на мой взгляд, вот весь этот закон о фейковых новостях, он выглядит как защита монополии власти на то, что считать правдой, а что неправдой. Ну, в общем, да. То есть вот власть решила, что это неправда, что это фейк. Ну, вот написали, да, там, у этого чиновника, там, нетрудовые доходы и восемь домов. Он говорит, да, это фейк. Фейк. Вы не докажете. Все. И ты за это ответишь. Потому что они решат, что это общественно важная информация, и мы распространяем фейк. Это как, вот знаешь, у Оруэлла, да, вот ходит мем в сетях, как будто бы восклицание Оруэлла с того цвета. Идиоты, когда я писал 1984-й, я писал не инструкцию, а предупреждение. Ну, ты помнишь, да, там каждый раз переписывали газеты. Каждый раз власть определяла, что сегодня будет правдой, а что неправдой. Вот у нас, похоже, да, 1984-й в действии. Ну, дай мне слово, ведь это мода. Саня, сделай мне, пожалуйста, эту песню. Пожалуйста. Кирилл. Твоя коллега пострадала, Кирилл. Ты моя коллега. Ты моя коллега. Кринстантин мой коллега. Ребят, которые сидят в студии новостей. Мои коллеги. Но ты же та мода. Так, слушайте. История вообще сумасшедшая. Я понимаю, когда бабушек, мошенники обманывают на большие крупные суммы денег и так далее. Я могу понять, человек в возрасте, человек не разобрался, человека поймали на эмоции и развели. А тут поймали на жадности. А тут поймали человека, который по факту должен крутить мозгами так быстро, как только, насколько он способен. Друзья, мошенники обманули Тамаду. Не Кирилла. Не меня, да. Обманули одной из ведущих нашего города. Написали ей. Ей попросили купить какого-то элитного алкоголя. Там вообще ситуация такая классная. Позвонили этой ведущей из одной из силовых структур нашего города. Очень популярные, известные. И сказали, у нас праздник, нам нужна ведущая. Единственное, что вот у нас уже праздник почти в самом разгаре. Нам надо бы докупить всякого разного. И попросили докупить ее, значит, какой-то алкоголь, еще что-то заехать в магазин. И пополнить счет на мобильных телефонах, который будет потом разъедаться. А-а-а, на это вид дутся, что ли? И, ну, видимо, я не знаю до конца там конкретной истории, что ей там конкретно пообещали, но человек почему-то, видимо, радостно повизгивая, побежал пополнять счета мобильных телефонов. По-моему, 22 тысячи рублей она на эти телефоны потратила. А ты повелся? Нет. По одной простой причине. Перед тем, как какие-то совершать действия на мероприятии, надо во всяком случае обговорить, как все будет строиться с человеком. То есть ты только лично контактируешься? Однозначно. Ну, во всяком случае, это должна быть либо с нормальным созвонком и так далее. Потом, опять-таки, можно же всегда перепроверить человека. Я, кстати, да, товарищи мошенники, хватит обманывать бабушек и дедушек. Ну, как-то некрасиво это. Вот сидят у вас представители ведущих праздников, разводите тамад... Как у вас? Тамадей? Тамадов? Тамад? Как говорят одни источники в интернете, тамада – это мужчина на кавказских свадьбах, который является родственником одной из семей. Это тамада. Ну, в общем, этих разводить не стремно. Вперед! Мне вообще интересно, как ведущий может кому-то заслать денег за то, чтобы поработать? Для меня это вообще что-то... Как? Что? Почему? Я так хочу поработать, что готов сам заплатить. Да, 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 да. Чтобы трудоустроиться к нам, мы должны нам заплатить. Давайте спросим у зрителей и вообще, как они к этой ситуации относятся и кого им больше жалко. Кого им больше жалко, да. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада. Виноват и человек, которого обманули. Просто потому, что нужно было заключать договор, нужно было точнее узнавать координаты, но и вообще не поддаваться на уловки мошенников. Всех жалко, которых обманывают. Не знаю, кого жалеть, честно говоря, такая двоякая ситуация. Ну, не знаю, виноваты оба, я считаю. Мошенники же целенаправленно делали, обманывая, зарабатывая нечестным трудом деньги. То есть, это как вихвина больше всего. Вообще не надо на уловки мошенников вестись. А как понять-то, что это мошенники звонят? Да я, если честно, не знаю. Ну, ведь нужно же иногда мозг-то включать. Вроде ведущие, вроде умные люди. Обычно им за работу платят, а не ты кому-то за работу. За его же. Не понимаю. Просто человек слишком добрый, он повелся на это. Зарабатывать на обмане людей, это... Ну, сама нащвиновата. Ну, как-то жалко, как-то так, 50 на 50, знаете. А к нашему соседскому вай-фаю подключается заместитель председателя городской думы Сергей Жижин. Сергей Саныч, здрасте. Здравствуйте. Вводите наш пароль. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой пароль? Вводите пароль нашего вай-фая. Ну, для вас, как для зама в Думе. Пароль, пароль сегодня веселый. Пароль, скоро выборы. Одним словом. Выборы через полтора года. По-латински набирать или по-русски? Да хоть цифрами. По-русски, по-русски. А пока Сергей Саныч вводит пароль, я расскажу, что этого гостя мы звали очень долго-долго в наш эфир. Самый ожидаемый гость. На прошлой неделе случилось событие, которое мы не можем обсудить, и Сергей Саныч просто не было шансов не прийти к нам и не поговорить с нами о визите сенаторов Саров, о визите глав закрытых городов Саров. Сидели, заседали очень долго, обсуждали очень много. Скоро станем жить хорошо, да? В закрытых городах. Но в закрытых городах, поверьте мне, мы живем не так уж и плохо. Я побывала на этом совещании, все жалуются, все главы закрытых городов жалуются. Просто, наверное, других глав не было. Наверное, да. Поверьте мне, с бюджетом, который есть у Сарова, с бюджетом, который есть у закрытых городов, мы живем на фоне других административных образований, на фоне других городов. С нашим бюджетом это очень достойно. Есть реальный пример, ну, с кем сравнить, что мы-то хороша, а вот у них не очень. На уровне из АТО? Карту города давай и печи пальцев. На уровне Юго-Нежгородской области? Хотя бы, Юго. Ну, кроме Ардата, понятно дело, у них там поменьше. Приводите пример, какой город? Арзамас. Арзамас, ближайший город, больше 100 тысяч жителей, бюджет меньше, чем у города Сарова. На самом деле, тема совещания обозначена была как актуальный вопрос развития АТО. Три направления рассматривались на совещании. Куда развиваться будем? Три направления, которые действительно наиболее... И об увеличении финансирования АТО, кстати, тоже было. Наиболее важные, которые были рассмотрены, это направления, связанные с расширением производственной базы, это привлечение резидентов и что необходимо сделать на уровне законодательства для того, чтобы резиденты пошли в территорию переезжающей социально-экономического развития. Кирилл, слушай внимательно. Я пытаюсь... Нет, на самом деле... Что нужно сделать для того, чтобы привлечь резидентов Саров в ТАСР? Резиденты, это те, кто придут, сделают и уйдут. Чтобы создать новые рабочие места. Нет, резидент, который пришел, сделал и ушел, это фирма «Однодневки». Не знаю, Кирилл, сколько вы вообще общаетесь. Мы говорим о тех резидентах, которые действительно хотят попасть в город Саров, зная уникальный научный потенциал, зная те перспективы, Вот именно на территорию самого. Именно на территорию ТАСР Саров. Естественно, те резиденты, которые приходят, говорят, нам вот либо участник этот не подходит, нам нужно либо больше, либо меньше, либо условия какие-то есть, которые необходимо помочь им сделать для того, чтобы они здесь создали новые рабочие места. А что нам дает, Кирилл, попробуем пройти? Что нам дают новые рабочие места? Улучшенный уровень жизни. Налоги, бюджет. А, вы, я просто как бы человек, который с налогами и бюджетом особо сильно не связан. Надо дружить. Кирилл, надо дружить обязательно с нормативом. Нет, с налогами-то я дружу, я их плачу как бы. Чем богаче бюджет, тем лучше мы живем. А сколько у нас сейчас резидентов, Сергей Александрович? На данный момент один резидент. Всего? Один резидент, да, компания «Нерика» решением. Как нам их привлечь? Договорились с госкорпорацией «Росатом», с правительством Нижегородской области, потому что на совещании по ТСРС участвовали и те, собственно, те представители, и те представители, и органы местного управления, и самое главное, участвовали резиденты, которые потенциальные резиденты. Совещания принимают? Да, я сейчас говорю именно о тех субъектах малого и среднего предпринимательства, которые готовы стартовать. Это как раз первое направление. Ну, то есть они озвучили, что им надо, чтобы стартовать? и мы решили, что за эту неделю, которая вот сейчас у нас начнется, мы разрабатываем по каждому конкретному резиденту дорожную карту с проблемными участками. И если эта проблема упирается в землю, то мы, соответственно, выходим на правительство Нижегородской области, у меня складывается впечатление, что в Сарове за землю отвечаю, именно я. Вы на меня так часто смотрите про землю. Нет, за землю в Сарове отвечают куми. А что такое куми? Даже это у меня отняли. Вопрос за всех уперил. Что такое куми? Комитет по управлению муниципальным имуществом. Я думаю, зачет. Зачет. Идем дальше. Какие еще проблемы были обозначены? Я знаю, что по медицине остро стоял вопрос. И тоже какие-то решения были. Все разделить на три направления. Это было как раз ТСР, проблемы медицины, и все, что связано с увеличением как раз по финансированию, по бюджетному обеспеченности города, закрытых городов. Города Сарову не буду говорить. Бюджетное обеспечение, закрытых городов. Давайте на медицине вначале остановимся, потому что проблема характерная для всех за то. Я считаю, что ключевой момент, который был озвучен и необходимо делать, это действительно создавать условия для привлечения врачей. И вот как раз вот это вот те узкие специалисты. И правильно Сергей Борисовичоков в своем выступлении сказал, что если раньше в закрытые города врачи пытались попасть, то сейчас врачи пытаются попасть в частные клиники. Вот это немножко как бы и странно, хотя вы знаете, что конкурс в медицинские учреждения, он, по-моему, самый высокий. Здесь важный момент, что необходимо создать условия, гарантия прихода молодых врачей именно сюда. Да, в Сарове есть программа поддержки, да, помогает и градообразующие предприятия, да, клиническая больница федеральная тоже как бы выискивает средства для того, чтобы это сделать. Нет, нефролога, детского эндокринолога, кого-то там еще нет. Давайте мы через канал 16 тогда как бы в Киров обратимся. Там же тоже есть, между прочим, медицинский университет, а есть в Омске, а есть в Томске. Замечательная академия. Если смотреть по динамике потока молодых специалистов и по миграции, которая идет с Востока обычно к центру, то почему бы нам здесь вместе с вами все-таки не разработать нормальную действующую программу по набору специалистов, эти врачи и учителя, не только молодые специалисты. Разработать программу? Программу может вот остаться бумажками в чьем-то столе? Ну, собственно, как бы если мы работаем ради бумажки, работаем ради в стол, то это, наверное, не совсем правильно. Конкретно, вот что нужно сделать, чтобы пришли доктора? Должна быть нормальная рабочая группа раз, должно быть четкое понимание на уровне федерации, на уровне законодательства, что должна быть специальная, специализированная программа. Вы помните, наверное, и знаете, что есть такая программа «Земский врач» или была такая программа «Земский врач», «Земский доктор». Есть, есть, президент о ней говорил в последнем своем послании в федеральном собрании. Ну, значит, все правильно мы действуем. И вот тоже очень важный момент. Ты звернул сейчас. И госкорпорация об этом сказала, что очень важно, чтобы не только как бы шел «Земский врач», да, через запятую там шел, там был, например, ну, пусть там, конечно, немножко так все пошутили, но пусть будет какой-то врач, да, атомный врач, который мог бы гарантированно попасть на работу после своего окончания приехать на работу. Ну, что нужно молодому специалисту? Подожди, а такая же ситуация была... А, хорошая зарплата, В, жилищные условия, В, перспективы роста. Да, вот представьте, вы врач, вы планируете закончить институт, вы уже сейчас понимаете, что вас кто-то приглашает, и вот требование, по которому вы будете судить о том выборе переезда в другое место или возврат домой, да. Во-первых, это возможность роста. То есть вы карьерный рост ставите выше, чем жилищные условия. Зарплата и жилищные условия. Ну, собственно, все тоже верно, и по Земскому доктору, сейчас, наверное, Кирилл, если хорошо знает все-таки... Название. Название, давайте проверим, что дается по программе Земскому доктору. Насколько я помню, дается, вот сейчас могу соврать по сумме, миллион рублей, по-моему, дается подъемных денег, и, ну, что-то с жильем там тоже связанное. Все правильно. Вот Кирилл, наверное, нормально. То же самое, что с Земским учителем же. Такая же программа. Кирилл сегодня готовился к программу Wi-Fi. Большое спасибо. Господи, Сергей Александрович, мы вас так ждали. Я готов был еще три недели назад, когда мы вас звали в восьмой раз. Только это кто... Дождались. Дождались же. Поэтому, действительно, как бы создавать условия нужно в рамках вот этих вот мероприятий, этих программ. И договорились, и сенаторы об этом попросили, чтобы в июне месяце, когда будет проходить дни, там, в дни Совета Федерации, проходят дни определенных субъектов. Вот вместе с законодательным собранием Межгородской области, с Ольгой Щечининой, которые, как бы, тоже рассуждали, общались, что в этом июньском, так сказать, заходе будет участвовать Нижний Новгород, который вот как раз и свои медицинские проблемы на Совет Федерации будет выносить. Потому что каждый субъект что-то обязательно, как бы, приглашается, да, если будет Совет Федерации, если будут подниматься социальные вопросы, то придет министр. То есть напрямую можно достучаться, вот через Совет Федерации можно будет достучаться до министерства, рассказать о тех проблемах, которые на самом деле очень важны. Вернемся к сенаторам. Поджалюста. Вернемся к сенаторам и к третьему блоку. Это увеличение финансирования. Важный вопрос. Действительно, есть моменты, да, связанные вот с теми 232-м постановлением, которое ты очень много обсуждал, сразу могу сказать, здесь 32-е постановление, очень много обсуждалось. Наши популярные, самые популярные постановления в нашем городе. Для нашего города популярные, очень актуальные. Вообще. Не только Саров выступил с предложениями, что необходимо корректировать. Было очень прекрасное выступление других коллег из глав городов. И важный момент, это необходимо действительно пересматривать закон о ЗАТО, о мерах собственно-социальной поддержки граждан, повышенных мер, повышенного финансирования. Все прописано в нашем законе ЗАТО. Если вы почитаете, кстати, интересно. Советую почитать. Я по фантастике больше. Хотя, в принципе... И там по фантастике это хорошо, но как бы пора на землю приземляться немножко. На землю, не в землю. Я... Ну, кстати, сейчас я вам скажу какую-то, может быть, обидную вещь, в том числе и для вас. Но, к сожалению, так часто бывает. Вот на комитетах, на совещаниях сели, поговорили, обсудили и... И разошлись. И разошлись. ППР это называется, да? Приди поговорили, разошлись. Вот те решения, которые были приняты, что это надо, это надо, и это надо. Понятно, что это где-то... Вот это надо, это надо, и вот это надо. Еще раз говорю, вы же выделили в совещании, участвовали, и не только Совет Федерации, но и область Нижегородская, в которой информация пойдет именно на уровне области. Минфин участвовал, но вот госкорпорация. Поэтому вот то, что как бы мы сели, поговорили и разошлись, вот не совсем как бы верно. И вы, если будете пускать во время Wi-Fi или в новостях где-то вот этот вот пресс-подход, да, когда там... Владимир Владимирович Полосин. Обещал, да, мы это уже выпустили. Да, давайте как бы вы это уже выпустили, да, вот просто... Там все четко сказано. И сенаторы четко сказали, и Андрея Владимировичу сказали. Да, надо работать. Вот еще раз говорю, что если кажется, что посидели, поговорили, разошлись, но не совсем так. Просто и много раз, и это говорится, что все-таки механизм сам, он не... мы не... да, не волшебная палочка. То есть нужно подготовить законодательную инициативу, выйти на уровни области. То есть с низов она должна пробиваться, пробиваться, пробиваться и выходить наверх. Если будем сидеть ровно, как сейчас сидит Кирилл, то ничего мы в этой жизни не добьемся, и город лучше не станет. А, я вам объясню, друзья, поскольку в нашей программе, когда приходят к нам особенно гости из Думы, из администрации, я представляю народ. Поэтому народ в моем лице сейчас сидит вообще-все ровно и на диване. Кирилл выкрутился. Да. Ну, на самом деле, Кирилл, все должны работать, как, например, в случае с программой поддержки местных инициатив. Тут включается и Дума, тут включается и городская администрация, и региональный бюджет помогает. И жители, кстати, тоже не сидят ровно, и в результате чего мы получаем красивые, благоустроенные дворы. Спасибо, Лидия. И не только дворы, но и общественные пространства. Да. Милаха Максим Галкин за один день превратился из любимца публики в ревнивца, заказчика убийства и даже вероятного организатора теракта. Как сообщает Медиаликс в июле 2017 года, в Махачкале на концерте Филиппа Киркорова были задержаны четверо местных жителей, которые, по версии следствия, готовили теракт. Все подозреваемые отрицали свою вину, но 4 марта положение дел вдруг изменилось. Во время очередного допрос один из обвиняемых неожиданно признался полицейским, что планировал вовсе интеракт, а убийство Филиппа Киркорова якобы за голову короля российской эстрады ему предложил 2 миллиона рублей никто иной, как Максим Галкин. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево. Не все герои носят плащи. Знакомьтесь, отец Сергий духовник Роскосмоса, удостоен звания заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Ходит в государственную комиссию, которую утверждает международные экипажи для полета на МКС. Теперь вы знаете, благодаря кому ракеты, стартующие с Байконура, не врезаются в небесную твердь. Помните историю, когда на Масленицу в Ставрополе людей угощали блинами с лопатой? В Нижнем Новгороде решили пойти еще дальше и устроили самый настоящий блинный обстрел с мансарды одного из музеев города. Вот вы наверняка сейчас возмущаетесь, а между тем сотрудники музея-заповедника утверждают, что обряд разбрасывания блинов очень распространенный и архаичный. В старину так и вовсе блины бросали из сани, из крыши, из окон, забрасывали на ветви деревьев. И ничего никто не жаловался. Игра эта называется «Третьего не дано». Давайте попробуем. Давайте. Сова или жаворонок? Жаворонок. Идти или ехать? Идти. Киркоров или Галкин? Лучшая пара для Пугачева, я имею в виду. Так Киркоров или Галкин? Ну пусть будет кто-нибудь третий. Да третьего не дано. Она даже еще молодая. Вот в этом случае... Кто молодой? Пугачева молодая. Максимум из них только Галкин еще как-то там. Хорошо, Кирилл. Путин или Медведев? Похож. Так Путин или Медведев? Ну естественно, Владимир Владимирович. Отлично. Наказывать или прощать? Куда больше душа лежит. Прощать. Звонит или звонит? Звонит. Пластмассовый мир победил или проиграл? Проиграл. Все, вопрос у меня закончил. Сергей Саш справился. Спасибо большое. Ну а на этом все. Встретимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Всем счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова